Добрый день, уважаемые зрители Универ ТВ. Мы с вами на проектном шоу. Меня зовут Булат Запаров. У нас третий выпуск. Если помните, первый выпуск был посвящен выпускнику Института геологии и нефтегазовых технологий, основателю ресторанов Тюбетей Султану Сафину. Второй выпуск был посвящен команде RQ, которая занимается VR-технологиями. Они были с Мехмата. И сегодня черед дошел до Института управления экономикой и финансов. У нас в гостях известная Культорг, красавица, спортсменка, основатель четырех проектов, потенциально стартапов Алиса Ткаченко. Алиса, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, мы с вами познакомились в рамках научной конференции ИСМЭФ, которая проходила в этом году на территории Института управления экономикой и финансов. Я ожидал, что это будет некая такая сухая наука. Оказалось, что у вас очень глубокие проектные разработки, которые уже в принципе на уровне коммерциализации. Вот вы действующая студентка, совсем юная, если можно так сказать. Скажите, пожалуйста, зачем вам проектная деятельность? Ну, вообще, проектная деятельность — это для меня в каком-то роде страсть моя. Мне просто нравится создавать, создавать что-то новое, создавать какие-то проекты. Это всегда интересно. Всегда интересно работать с людьми мне было. Это какая-то команда всегда. Это когда вы начинаете, ну, садитесь, начинаете что-то делать постоянно. Это очень интересно с точки зрения того, что постоянные какие-то интересные факты, новое для себя узнаешь. Поэтому проектная деятельность для меня стала просто интересным. Хобби когда-то была в школе, на самом деле. А сейчас стала уже работой. И я каждый раз, начиная новый проект, это прям как какая-то новая батарейка, новый воздух. И ты там каждый раз новичок в каждом проекте. Чувствуешь себя, не знаю, может быть, неловко, но каждый раз, когда ты до чего-то доходишь, чего-то достигаешь, это уже прям какая-то победа внутренняя для меня. Поэтому я занимаюсь проектами снова и снова, и начинаю новый, и новый. Потому что мне просто интересно. И ребятам в моей команде, которые постоянно со мной переходят из проекта в проект, тоже пополняется она, где-то уменьшается, где-то мы меняем состав. Они тоже этим горят. Поэтому я не одна, и мне это нравится делать снова и снова. Здорово. Давайте, может быть, пройдемся по портфолио проектов. Оно достаточно обширное, время у нас ограничено. С какого проекта хотели бы начать? Ну, я начну, наверное, с любимого НИЯД. НИЯД, кратко, получается, мне сводку по нему дать? Да, если можно. НИЯД — это социальный проект, это музыкальная лаборатория творческая для музыкантов, начинающих и менеджеров музыкальной индустрии, которые хотят войти вот именно в историю шоу-бизнеса, которые хотят в историю лейблов. То есть не оставаться на достигнутом где-то на республике Татарстан, например, хотя это тоже очень высокий уровень, а выходить уже на пределы России. Мы, на самом деле, начали сейчас, получается, как социальный проект. Мы пока не коммерциализировались, но на этапе социального проекта мне уже примерно понятно, что у нас есть люди в Татарстане, которые готовы просто выходить на очень большие уровни и готовы вкладываться самостоятельно, как-то физически, в общем, чем угодно, как угодно, но очень хотят достичь высокого уровня. Это меня радует. Вот. Мы, получается, выступаем сейчас как программа обучения, потому что мы первоначально провели лекторий, по там практикум. И вот сейчас мы перешли в стадию продакшена, где занимаемся непосредственно... Выбрали несколько артистов и занимаемся их продвижением в целом со всех сторон. От концертов до записи треков, работы с лейблами, со студиями и так далее. Можно ли сказать, что НИЭД — это продюсерский центр с некой образовательной изюминкой? Ну, по идее, можно. Можно так сказать, но я бы не стала забегать так вперед, потому что продюсерский центр — это все-таки очень громко сказано. Мы тоже не суперпрофессионалы в этом деле, поэтому мы себя для артистов позиционируем как агенты. Вот. Продюсерский центр мы не зафиксированы юридически, но идея такова, да. Но мы выступаем как агенты. Пока по договорам, по юридическим всем моментам мы им предоставляем студию и так далее, но получаем какой-то процент от тех сделок, которые делаем с ними, с их творчеством. Вы сказали, что вы начали как социальный проект. Вот сейчас много достаточно грантовых программ поддержки, да, и студенческий стартап от фонда «Содействие инновациям», и «Росмолодежские программы», какие-то другие республиканские, там, венчурный фонд, Министерство экономики. Вы по какому треку пошли? Вообще мы начали с Министерством культуры. Там нас поддержали, в первую очередь, конечно, залом. Спасибо им большое, потому что почти весь проект, именно лекторий, прошел стопроцентно в национальной библиотеке. И для нас это было некой победой, потому что получить там сейчас место, зал, и тем более с поддержкой Министерства культуры, это очень нам было важно. Также нам помогли некими субсидиями, потому что гонорары экспертов, которые приезжали по итогу проекта, были тоже за счет Министерства культуры, так как грант мы не выиграли в Министерстве культуры, хотя он тоже существует, но он очень большой был для нас, поэтому мы не смогли там поучаствовать. Хотя, ну, пробовались, но не выиграли. Вот. А что касается другой части, потому что у нас, получается, по финансированию проект был с нескольких сторон, несколько источников. Первым был Министерство культуры, которым мы получили одобрение, после этого уже запустились в работу именно бухгалтерии. Потом мы пошли с проектом в Министерство молодежи, где нас поддержали, но мы перешли в арт-кластер «Реактор». Вот. В рамках «Реактора» мы тоже подавались на грант, и вот «Реактор» под своей гидой НКО выиграл грант, и мы уже выступали вместе с ними. Оттуда часть финансирования получили. Ну и небольшая, вот именно по зарплате часть, была инвестиционная. Вот. Был человек, инвестор, который с нами был изначально, в самом начале идеи проекта даже. Вот. Он нас тоже поддержал в финансировании. Небольшим, конечно, но поддержал. Ну, получается, такой микс и краудфандинга, и бизнес-ангелов, и грантового финансирования. Когда мы ретроспективно смотрим на все эти высказывания, кажется, что все складывается хорошо и благополучно. Но я думаю, только вы сами знаете, насколько это все сложно и, может быть, витиевато происходит. Вот. Как не сломаться, как не упасть духом, там, да, в этих хитросплетениях проектной деятельности? Как себя поддерживать на нужном уровне энергетическом? Ну, честно говоря, конечно, не яд мы писали два года, только писали. Начался он для нас достаточно поздно. Не так, как мы рассчитывали, конечно. По расчетам мы должны были его реализовать первый раз уже полтора года назад. Но это по нашим расчетам. Вот. Как бы мы тогда не знали, что гранты это так сложно. Тогда не знали, что нужно столько знать о системе, там, госорганов, чтобы понимать, как с ними работать. Чтобы не упасть, чтобы не упасть духом, по сути, нужна команда просто. Если внутри команды есть хотя бы немножечко огонька, который будет поддерживать это, это уже будет победа. Потому что, честно скажу, в какой-то момент не яд остановился и стагнировал буквально полгода. Потому что мы какого-то результата добились. В Министерство молодежи, в Министерство культуры мы ходили не один, и не два, и даже не три раза. Каждый раз приходишь с проектом, каждый раз показываешь, тебе каждый раз показывают, что вот это плохо, вот это плохо, вот это плохо, и вот это надо переписать. Ты приходишь домой снова, садишься с командой там, ну или не домой, кто где встречается там. Вы садитесь, снова сидите, переписывайте, как туда, как сюда. То есть это очень долгий процесс. Написание проекта, тем более социального, когда ты просишь у кого-то деньги, даже без обещания, что ты их вернешь, конечно, там должен быть большой социальный эффект. Тем более, когда работаешь с государственными органами и структурами, однозначно нужно точно понимать, что, зачем и почему ты делаешь. Вот. И для того, чтобы не упасть духом, нужно в первую очередь, чтобы в людях было желание это сделать. И его, не знаю, честно сказать, его никак не поддержишь, если человек это хочет искусственно сделать. Если человек искренне болеет за этот проект и хочет решить эту проблему социальную, то он и через два, через четыре года будет о ней помнить и хотеть что-то сделать, потому что оно не дает ему спать. Ну, лично мне не давало, правда, спать какое-то время. Потом, конечно, перегораешь. Все равно оно пройдет, но нужно встать. Это вот как говорят, что падаешь и встаешь, падаешь и встаешь. Ну да, ну так и получается. Вот. То есть намерение продолжать движение. Самое главное. Хорошо. Вот если мы говорим про то, что у вас есть продюсерский центр, ну, в каком-то приближении, да, в университете достаточно много ярких, талантливых студентов и вокалистов, и танцоров, ну, в целом, креаторов, да, контент-мейкеров, которые выступают на 100-двеснах, у которых есть некие таланты, может быть, не до конца реализованные, может быть, не до конца упакованные, которые не понимают, двигаться ли им дальше по этому направлению или нет. Вот какой посыл мы могли бы им дать? Как они вас могут найти? Как они могут взаимодействовать с вами? Интересно ли это вам? И какую перспективу для них это может нарисовать? Ну, в первую очередь, если говорить о контактах, меня можно найти даже на сайте КФУ. Я ищу и Культорг. То есть на сайте Уникса есть мои контакты, есть моя страничка ВКонтакте, можно прямо по ссылке пройти мне, написать ВКонтакте, я там отвечу на все вопросы. Можно найти меня через группу ВКонтакте «Неяд», она у нас тоже существует. Можно найти меня через студию, это, получается, «Неядзвук», тоже ВКонтакте. Ну, также мы есть в других социальных сетях. Ну, самый простой, получается, Алиса Ткаченко, Культорг и УЭФ. Да, можно так. Можно любого своего Культорга спросить в институте, они меня все знают так же, как и я их. Вот, так что это не проблема. У нас есть общие беседы, поэтому... Вот. Что касаемо, как бы, продюсирования, что мы им можем дать? С музыкантами, в первую очередь, конечно, работа над треками. Это работа большая, очень обширная, работа с текстами, саундами. Мейкингом, битмарями и так далее. То есть у нас есть своя команда, которая этим занимается. Я занимаюсь по большей части маркетингом, менеджментом, какими-то ивентами, если они где-то выступают, концерты и так далее. Вот так вот. Для музыкантов это, наверное, так. Какую-то поддержку. Кстати говоря, при опросе, когда мы писали социальный проект, в первую очередь, многим не хватает поддержки. Потому что это действительно сложно в наше время. Такое, когда социальные сети играют очень большую роль. Я прекрасно помню, когда у меня был первый кейс, когда я работала с артистом. Вот Ралф Кон. Его зовут, кстати. Он сейчас в топ-30 в ВК вошел. Вот. Ну, сейчас мы, конечно, уже не работаем вместе, но я всегда за ним слежу. То есть, как у него там дела, всегда приятно посмотреть. Вот. Очень за него рада. Вот. Что касаемо других артистов, для них важно понимать, что, если ты музыкант, то будь готов к большому количеству критики. Нужно быть всегда готовым к тому, что нужно переписывать, нужно переделывать. Это делается неоднократно. И мы не можем это изменить. Это любая работа так делается. Если ты хочешь делать хорошо, то нужно вот прям вникнуть в суть и послушать сотни мнений, что-то из них отфильтровать. Потому что тоже, правда, каждый смотрит тем более на музыку субъективно. И для себя отфильтровать информацию, сделать прям так, чтобы это была конфетка. И тогда, если это конфетка, и раскручивать ее проще. Вот. То есть, по сути, это customer development, да? Развитие клиента. Да. Вы этому обучаете, наверное, на своих образовательных мастер-классах? Да. В НИИАТе, как в обучающей программе, это, конечно, есть. Потому что в лектории, в практикуме, в первую очередь, включен такой момент, мы привозим людей, которые уже в индустрии крутятся. И достаточно много крутятся. То есть, например, мы привозили в этом году команду Big Baby Tape. Big Baby Tape, он рэпер, конечно, у него своя стилистика, свой жанр. Но его команда работает не только с ним. И там юристы. Мы привозили представителей Warner Music. Это просто гигантский лейбл мировой. Sony Music, Universal Music. Так что все эти люди, они стоят прямо перед резидентами на сцене. И никто из них ни разу при мне даже не говорил, что не подходите ко мне после лекции или еще что-то. К ним подходили ребята, брали у них напрямую контакты. Кто-то им скидывал свои демо. И им давали свои ответы. Кто-то... Мы приглашали. Showmakers Group. Это... В Казани это, ну, один из самых крупных. И я даже, наверное, скажу, что самый крупный представитель музыкальной индустрии здесь. Мы очень благодарны его команде в плане того, что у него есть саундмейкер Стас Сацура и сам вот глава шоумейкерс Владимир Шевгулидзе. Они сами приходили, читали лекции. Стас Сацура проводил для людей, прям в своей студии показывал, как он работает. Это, ну, это очень ценно. Тем более он человек, который работал с Евровидением, сам выступал на Евровидении неоднократно уже. Так что вообще там есть колоссальный опыт и люди, с которыми можно пообщаться. Просто так на них вряд ли можно выйти, если честно. Потому что эти люди очень заняты. Они действительно заняты. Поэтому, конечно, обучалка вот эта многим дает... Вот я с ребятами общаюсь с резидентами. Многим это дает даже какой-то двигатель. Они вот видят, что это здесь, оно осязаемо и оно возможно. И начинают работать. И многие из них так работают. По сути, это формат акселерационной программы, да? Можно сказать. Ты какой-то региональный контент-мейкер, где-то что-то спел, где-то что-то, может быть, сыграл. Но понимаешь, что застрял на этом уровне. И благодаря вот вашему проекту НИЭД можно начать масштабироваться. Получить обратную связь от экспертов там московского уровня. Как их контент может быть экстраполирован, на какой территории. И уже дошлифовав продукт, выходить на новые рынки. Так ведь? Да. Очень интересный проект. Я думаю, что вас, Алиса, обязательно найдут. И ваша воронка, скажем так, исполнителей, она пополнится новыми вокалистами, инструменталистами из университета. Давайте мы в оставшееся время пройдем... По остальным? Да, по остальным проектам. Какой еще вы хотели бы осветить? Ну, следующий, наверное, тоже образовательный проект. Но он называется Акбуря. И он нацелен на детей младшего возраста. Так как мы живем в Татарстане, этот проект юридически и по всем правам принадлежит Автономии Татар Москвы и МИРАС. Это их совместный проект, где я, по сути, активист, как активист Автономии Татар Москвы выступаю. Сейчас мы занимаемся непосредственно его раскруткой. Это большой образовательный проект для детей, обучающий татарскому языку. Серия мультфильмов уже снята. Потом есть у нас приложение, есть методички, обучение. Эта программа используется в одной из школ Казани, уже опробировалась. Также мы выступали с этим проектом на различных конференциях. Исламский саммит. Этот проект был принят для президента и одобрен им. А за чей счет банкет? Грантовая история. Это чисто грантовая история, когда социальный проект осуществляет свою миссию. Я это называю миссией, потому что Автономии Татар Москвы это тоже некоммерческая организация. И у них есть какие-то сферы деятельности, которые нужно реализовывать по их части. И они для реализации работы с детьми создали, при поддержке, конечно, огромного количества людей, создали этот проект. Для того, чтобы развивать татарский язык, так как они сами представители татарской нации, они замечают, как он пропадает. В первую очередь, конечно, их забеспокоил этот момент, когда была перепись населения. И большой процент людей, которые представляют татарскую нацию, теперь уже отмечают себя как русских или какую-нибудь другую нацию. Это тоже им важно. Они же не хотят терять свой народ. людей, с которыми они работают. Это вот такой момент. И для поддержания они... Откуда проблема-то идет? Получается, с малого возраста человеку уже нужно это понимать. И они пошли к детям, чтобы не терять свои культурные ценности и язык, конечно, в первую очередь. Очень интересный кейс. Вы, как представитель титульной нации, удивительным образом интегрированы в такие, скажем так, миноритарные истории. Как сохранять открытость сознания к творчеству, к образованию, к национальным вопросам? Каким образом вы это умудряете совмещать? Ну, на самом деле, что касаемо наций, да, я не татарка. Я это прекрасно знаю. У меня в семье мало кто вообще знает хорошо татарский. И я сама-то тоже не особо на нем разговариваю. Но мы живем в Татарстане, я здесь родилась, и для меня это не новость, что мы здесь разных наций, люди живем. И это нормально сохранять культуру. Наверное, у меня такая открытость осуществилась только за счет того, что я понимаю, что в культуре разные люди. И неважно какой ты нации, если ты делаешь хорошо что-то, и делаешь это искренне, от души, какая разница? И какую музыку ты пишешь? Тоже разница небольшая. Просто я, например, понимаю, я не занимаюсь татарской эстрадой, но я понимаю, что она ценна для сохранения культурного наследия, языка даже. Это все равно ценно. И там люди могут сколько угодно смеяться, но татарская эстрада тоже зарабатывает большие деньги, это факт. Точно так же, как во Франции, там есть свои локальные, например, исполнители. И так далее. И в каждой стране они есть свои локальные исполнители. Не обязательно же все должны лезть на уровень России или мира. Поэтому для меня человек, который занимается творчеством, он не имеет, как вот, не имеет для меня пола, не имеет для меня цвета кожи, там, раса, насы. Это неважно. Он креатор, да, в первую очередь? Да, он в первую очередь человек, который генерирует, создает что-то новое. Это вообще мало кто может, на самом деле. Многие думают, что они креаторы, но на самом деле это не так. Многие креаторы, на самом деле, берут что-то, что-то где-то и соединяют. Микс. Да, они создают микс, и это уже, ну да, это крейтинг в какой-то степени, но это не новое. Это просто смешанное старое. Вот. Поэтому для меня, какой бы нации человек не был, это неважно. Если он делает хорошо. Здорово. Очень хороший проект, я думаю, что у него действительно большое будущее. Да. Вы говорили, что есть еще третий проект, который вы делаете. Да. Можете немножко его рассказать. Он, он коммунициализирован полностью. Это уже вопрос того, что я культорг на самом деле, по большей части. Мне, как культоргу, уникс, студенческий клуб, мой, получается, отдел социально-воспитательной работы, дал большой опыт. И не я, project, все эти проекты, они дали мне очень большой опыт работы с людьми, организационной деятельности. И родители, к счастью, у меня тоже, люди-представители ивента, которые могут мне всегда помочь с этим вопросом. В общей сложности TAP Project это ивент-агентство, которое... Они создали ивент-агентство? Как называется? TAP Project. TAP Project. Да. Мы сделали просто большую компанию, большую компанию людей, которые работали со мной на всяких студвеснах, Дни первокурсника, Новый год, День рождения КФО, вот все-все-все, что было у нас, получается, собралась такая небольшая команда. Мы вообще сами по себе друзья, просто хорошо общаемся, и уже в силу того, что три года я здесь учусь, и за три года сформировалась какая-то своя компашка. Вот. Мы с ними кто-то администрирует. Есть мальчик, который техник, у него целая группа техников у нас в Институте управления экономики и финансов. Существует целый отдел, я вот как культур, делю просто их специально, отдел, где у нас, получается, есть артисты, к которым мы тоже обращаемся, если нам нужно на мероприятие. Вот. В общей сложности это просто ивент-агентство, студенты, где работают только студенты, исключительно. По сути, это реестр исполнителей в УФ, в университете, которых вы можете подключать на некие мероприятия. И у вас есть понимание их райдера, да, условно, там, сколько они стоят? Ну, да, конечно, мы, потому что работаем на рынке, так как я работаю на рынке с артистами, в принципе, с музыкантами, и у меня есть представление, кто сколько стоит, условно говоря. Это первый момент. Второй, с райдерами не так сложно, потому что мы каждый раз, по сути, делаем тех райдер и делаем обычный райдер там для ребят, когда они выступают на студенческих веснах и на тех же самых концертах уникса. Все, от костюмов до макияжа, то есть мы можем делать все. И почему бы этим не пользоваться? Я всегда ребятам это продвигала в своем вот институте, что такой колоссальный опыт, просто, ну, его нельзя мимо проходить. И очень жалко, когда представители вот именно нашего, например, РУФа, кто работали до меня, я знаю, что они люди с колоссальными опытами. Потом они выходят из института и не могут найти себе места, потому что они хотят работать в ивенте, а эта сфера достаточно переполнена людьми, которые просто новички. А эти люди уже с опытом, и им надо, им надо реализовываться, я считаю. Поэтому я собрала своих людей, которые со мной работают, чтобы они не потерялись, вот. Мы вот будем реализовывать ТАП-проект. По сути, это история комплементарная к НИЯТу. У вас есть глобальный продюсерский образовательный такой кластер, и есть непосредственно исполнительский вот этот реестр, да, то есть они, наверное, могут и перетекать одно в другое, там, да? Да, так и есть. За счет ТАП-проекта мы проводим концерты некоторые. Вот недавно у нас был НИЯТ-паб. Вот, это был вообще первый проект ТАП-проекта, просто, как пробный был. Мы снимали помещение, здесь, в центре Казани, снимали помещение, правда, в будний день, ну, потому что это, правда, была пробная история для нас. в будний день привезли туда аппаратуру нехватающую, потому что, в принципе, там у людей была уже аппаратура на месте. Вот, привезли туда администраторов, был точно такой же этот, генрепетиции, был сценход, таймплайн, все, все как надо, все как работает в реалии, попробовались. На самом деле, реализовалось хорошо, потому что после этого не от паба у нас появились заказчики, на самом деле, на удивление, то есть мы хотели отдохнуть до конца года, проанализировать, потому что это было не так давно. Но вот буквально за две последние недели мы были на двух встречах, и за две встречи мы получили шесть заказов. Именно на артистов, на... Просто есть где-то просто запрос на артистов, тут уже включается не от проекта, когда я ребятам пишу, что вот, вот там, допустим, тебя пригласили, тебя пригласили, или ребята, кто хочет выступить, вас приглашают туда-сюда, вот. А есть такой момент, что где-то прям корпоратив, вот. Это уже с диджеями, с ведущими, с развлекательной программой, вот. Мы этим занимаемся тоже не против. То есть, в принципе, под ключ мероприятия, да, у вас можно заказывать? Такое тоже есть. Здорово. И вы говорили, есть какой-то четвертый секретный проект. Ну, да, но он пока на этапе разработок, на этапе идей, потому что мы... Мы очень много чем сейчас занимаемся параллельно. И это сложно достаточно, потому что команда, на самом деле, у меня реализует, по сути, одна и та же все это. Что ТАП-Роджект, что Акбуре, что НИЯД. Есть группа студентов, которые всегда в тени, на самом деле, но без них у меня вообще ничего не получилось. Потому что они и есть, по сути, мой огонек, которые постоянно меня поддерживают. И моя семья меня поддерживает. Поэтому четвертый проект я пока, наверное, оставлю в секрете, потому что, чтобы его не сглазить. Мы... Ну, могу сказать, о чем он вкратце. Он просто связан тоже с музыкантами. Связан с продюсированием, но уже в другой немножко сфере. Не продюсированием в классическом понимании, когда человек приходит и начинаем заниматься его менеджментом, соцсетями, всем-всем-всем-всем анализом, а с видеопродакшеном. Вот. Вы в своих тезисах очень часто говорите про команду. Ну, по всей видимости, вы человек, который пропагандирует. Один в поле не воин, да? То есть, что только в проектной команде рождается некая истина. Вот. Можно как совет широкому кругу зрителей, студентов. У нас достаточно большое количество проектных курсов в университете развивается. Это курсы инновационной экономикой, технологической предпринимательства, всевозможные акселерационные программы, стартап как диплом. Везде мы стараемся, ребят, выводить вот из этой капсулы и стараться, скажем так, работать вместе. вот ваш совет, как в том числе закулисных персонажей, да, поддерживать, мотивировать, как сделать так, чтобы они хотели с вами взаимодействовать. Это же не только про деньги, да, по большому счету? Да, конечно, нет. Это про какое-то совместное творчество, про настройку друг друга, там, да, на нужную волну. Вот ваш совет, как это сделать? Ну, что касаемо студентов и тех проектов, которые, вы вот про это видите, которые они пишут во время учебы, например, дипломные работы. Да, чтобы это не было формальностью, а чтобы это действительно было намерение, не яд, да, на то, чтобы делать, по сути, рабочее место друг для друга, чтобы эти студенческие истории выходили в некую коммерческую плоскость и выходили вот в этой совместной связке, когда ты понимаешь, что есть плечом к плечу, с кем тебе выносить все сложности. Ну, на самом деле, в первую очередь, я же тоже студентка, я вижу, как это происходит и какие проекты люди пишут. В первую очередь, должно быть отношение к проекту другое, вот, и дело даже не в том, что они не хотят с вами взаимодействовать, со мной взаимодействовать или еще с кем-то, дело в том, что они, в принципе, большинство просто не хотят делать проекты, вот в чем проблема. они к этому относятся как к формальности, и она останется формальностью, потому что это у них в голове, потому что НИЯД-проект знает вся моя группа, знает все мои преподаватели, с кем я работала на первом-втором курсе, у кого училась непосредственно, потому что НИЯД прошел огромное количество преподавателей, моя заведующая кафедра его знает вообще с самого зародышевого состояния, с самых первых презентаций, как он выглядел, какая у него была смета, мы даже приглашали заведующие кафедры маркетинга, чтобы она мне помогла там это превратить в какой-то нормальный вид, вот. То есть вы вовлекаете всех, кто может дать какую-то ценность, да? Да, конечно. Всех неравнодушных. Да, 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 конечно. Если есть, если есть желание, на самом деле, большинство преподавателей поможет, тем более у нас очень много молодых преподавателей, которые готовы вот прямо сейчас вот здесь посмотреть твой проект или, ну, не сейчас и здесь, а хотя бы прислать и на следующей паре с тобой встретиться, поговорить буквально пять минут, потому что у меня были преподаватели очень статусные и кто там работал в аппарате президента, и я к ним подходила. Да, страшно, да, ну, может, ты покажешься глупым каким-то очень зеленым человеком, но они видели похуже проекта, я более чем уверена, и это связано с тем, что они прошли очень большой опыт, колоссальный. Их опыт, если они разрешают это делать, не использовать, ну, просто, ну, почему бы и нет, ну, почему нет, потому что у тебя его нет, и как бы, на что ты надеешься, если у тебя нет опыта, ну, нет знаний, на что надеяться, и ты не сможешь написать его. Самое худшее, они могут тебе отказать. Да, ну, откажут, ну, ладно. В лучшем случае будет какая-то ценность. Конечно, поэтому, опять же, это просто, как ты воспримешь этот отказ. Я иногда воспринимала это так, что, хотя мне редко кто отказывал, просто хотя бы даже просмотреть проект. Когда отказывают, значит, это не тот человек, который должен посмотреть проект. Вот и все. То есть, зацикливаться на этом нет смысла. У многих людей они отказывают не потому, что они не хотят смотреть проект, потому что у них нет времени. У них очень много работы, занятости в голове. Я сейчас вот в силу того, что уже много проектов наросло, понимаю, что действительно у многих из них просто нет времени. У них настолько забита голова делами, что если они закинут еще и ваш проект в свою голову, для них это просто будет перегруз. И они не смогут свое выполнить. Вот. За счет этого, конечно, пара студентов, в первую очередь, у них должно быть желание. Честно сказать, я не знаю, откуда у меня такое было желание. То есть, у меня просто, я в принципе человек, который не может сидеть на месте. И в школе это было заметно. И школа у меня была такая, что тебе и не дадут посидеть на месте. Должен либо танцевать, петь, еще параллельно учиться, еще 12 уроков, еще до 8 вечера досидеть, еще потом домашку сделать, еще все английские. То есть, это, наверное, дело привычки в каком-то обличии. Когда я там закончила музыкальную школу, для меня уже вот те часы, которые освободились, это было невозможно. Я не знала, о чем еще заняться. Ну, чем заняться? Я занялась первым своим кейсом. Потому что музыка осталась в душе, и надо было что-то делать. А я, на самом деле, не такой хороший музыкант сама по себе. Такая, ну, где еще музыка есть? В шоу-бизнесе. Ну, вот туда и пойдем. Вот. То есть, с 16-14 лет мне уже было не страшно. В тот момент, да вообще, в принципе, не страшно. Ты же не берешь на себя большую ответственность. Просто нашла мальчика в школе, который уже этим занимался. Подумал, почему нет? Попробуем. И оттуда у меня появилась мотивация до, собственно, третьего курса, и дальше она будет работать. Я более чем уверена. Потому что, когда этот кейс прошел, появился новый, появился неяд. И когда сейчас неяд для меня каким-то боком пройдет, появится новый, я даже предполагаю, какой, потому что сейчас уже такая стадия началась, снова переработки. Ну, чтобы они, студенты, чтобы они этим хотели заниматься, нужно еще, наверное, чтобы они занимались тем, чем хотят. Потому что, если бы меня заставляли писать сейчас проекты на кафедре только исключительно по недвижимости, а я учусь на сервисе недвижимости, наверное, у меня бы уже пропало желание. Хотя, недавно я подумала, недвижимость тоже интересная штука. То есть, к этому должен родиться интерес, к тому, что они пишут. А не просто, как вот пишут некоторые курсовые, даже не знают о чем. Курсовые, я свою, например, первую, вторую писала тоже по проектам, по своим, по социальным. Тоже интересно. Когда ты пишешь по своим проектам, ты реально анализируешь. И из-за этого, когда ты пишешь, ты понимаешь, что это мимо не пройдет. Большая мотивация, большая увлеченность. Эту информацию, которую тебя заставляет курсовая собирать, она тебе дает плюс в карму в работе. То есть, то, что я написала в курсовой, некоторые моменты я использовала при защите проекта в Министерстве молодежи. И при защите проекта на кадровом резерве. Я еще и кадровый резерв до финала дошла. Нет, полностью прошел еще и эту структуру. То есть, по сути, я, кстати, для него и прошла весь этот кадровый резерв. Но действительно хорошая организация с хорошими спикерами, мотивирующими. Кстати, возможно, она сыграла очень большую роль в том, что мы дошли до конца. Потому что там были хорошие спикеры и хорошие наставники, которые... они тебя не заставляют это делать. Они тебе показывают, зачем тебе это нужно сделать. Вот. Такой нетворкинг, да, с высокоуровневыми персонажами? Да. С очень высокоуровневыми. Поэтому и появляется, наверное, мотивация сделать и доказать и себе в первую очередь, что это возможно, это нужно. И помочь людям. Получается, совет студентам, он такой, что должен быть микс мечты, визионерства, любви к какой-то отрасли, желание на этом немножко заработать и постоянно вставать и продолжать движение. Ну да, просто не сдаваться. Все просто. Нужно просто не сдаваться. Ну, наверное, да. По сути, я думаю, что каждый студент, который возьмется, например, за свою идею, за идею X, я это так называю, может ее переделать в любой рабочий процесс, практически любой. Может быть, он будет маленьким, может, это будет завод, производство, оно может быть разных масштабов и разных охватов, но оно возможно. То есть, это я точно могу сказать теперь, потому что в музыку мало кто верит, например, как в бизнес и шоу-бизнес в целом, а он работает. И мне это показывали неоднократно люди разных статусов и разных уровней. Алиса, спасибо большое за очень интересный содержательный дискусс. Я уверен, что ваше широчайшее портфолио будет множиться новыми проектами. У вас есть прекрасный элемент визионерства, вы идете к какой-то своей большой мечте. А нашим зрителям, которые неравнодушны к творческим направлениям, я уверен, что они найдут вас в социальных сетях. Алиса Ткаченко, культорка. УФ. Увидимся в новых выпусках проектного шоу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова